Посмотрите на эти слова «желудь», «шорты», «желтый», «шок». Какой звук вы слышите после шипящей? В каждом из слов под ударением после шипящей мы услышим звук «о», вне зависимости от того, какая буква будет на письме. Именно поэтому правописание слов с «о» и «о» после шипящей в корне — очень трудная орфограмма. Как же выбрать правильную гласную? К некоторым таким словам можно подобрать однокоренные, чтобы на месте «о» и «о» появилось «е». Это будет означать, что в таких словах мы пишем «ё». Например, «желтый», «желтеть», «щетка», «щетина». Если же однокоренного слова с буквой «е» нельзя подобрать, то после шипящей пишем букву «о». Например, «шорох», «крыжовник», «трущоба», «шов», «изжога», «обжора». Чаще всего в словах, которым нельзя подобрать проверочные иностранного происхождения. Например, «шок» и «капюшон» пришли к нам из французского языка, «шорты» из английского, «шомпол» — металлический стержень для очистки огнестрельного оружия из немецкого. Давайте посмотрим на ряд слов. «Щёки», «дешёвый», «капюшон», «шорох», «шёлк». Как проверить правописание этих слов? Слово «щёки» можно проверить словом «щека», пишем «ё». Слово «дешёвый» проверяется словом «дешевле», пишем «ё». Слово «капюшон» — иностранного происхождения. Это слово следует запомнить, пишем «о». Слово «шорох» следует запомнить, пишем «о». Слово «шёлк» можно проверить словом «шелка», пишем «ё». Итак, в корне слова, под ударением, нужно написать «ё», в том случае, если в однокоренных словах пишется буква «е». «Шёпот», потому что шепчет, чёрный, потому что чернеть, шёл, потому что шедший. Так можно проверить большую часть подобных корней. А если проверочное слово подобрать не удаётся, то после шипящих в корне под ударением следует писать «о». Кроме того, в словах иноязычного происхождения всегда необходимо писать «о» после шипящего согласного в корне под ударением, так как слова с этой орфограммой часто вызывают затруднения, рекомендуется проверять себя по орфографическому словарю, особенно если вы не смогли подобрать однокоренное слово. Субтитры подогнал «Симон»